В Уфе и в таких городах, как Уфа, Челябинск, Екатеринбург, ходили споры страшные о том, можно ли петь рок-н-ролл по-русски, потому что русский язык как бы не подходит, он такой квадратный, он аморфный, он требует рифмы, а английский язык, он совершенно другой. Очень много было споров, и в нашей группе тоже. Майк Наоменко разрешил всё сразу. Веселье, ирония, бесшабашность. И именно я считаю, что Майк всю периферию страны, в лучшем её смысле, этого слова, он просто покорил. Я хочу сказать, что Майк накрыл. Боря был сложноват для периферии. Я помню, к нам пришёл в Уфу в 82-м году треугольник, по-моему. И половина группы ДДТ, там Сигачёв, я, нам как-то очень понравилась вот эта лихость, бесшабашность, авангард какой-то, неожиданность. А вторая половина, а на Урале, в Сибири, всегда должно быть всё нота в ноту. Все сказать, да они играть не умеют. А Майк Наоменко, он помирил всех. То, что как бы там и сыграно было всё очень так по-нашему, по-уральски. Просто, надёжно. Но с другой стороны, были такие простые фразы, именно бытописатель Майк Наоменко. И мы увидели свою жизнь глазами Майка. Я помню, как мы ставили на кухне бесконечно его, эти магнитофонные плёнки, за парком, я сижу в сортире, и все начали ржать просто. Все тусовки. Где бы они были, Челябинске, там, 82-й год, Уфа, Сиритамаг, там, я не знаю, Тула, там, Екатеринбург, везде царил Майк. Везде царил и всегда наливай ещё по одной, и пора назад. Это был тост просто во всей стране.